Здравствуйте, уважаемые гости! Мы сейчас находимся в зале уникального художника Александра Борисовича Угланова. И будем беседовать с вами о традиционных славянских мифологических образах, о истории наших древних предков, о самом направлении художников-славянистов, которые известны в наших краях. Вам рассказывать о художниках-славянистах будет Алексей Столяров, который проводит Добрый Лёсен Славич. И Голланова Ирина. Итак, Александр Борисович Угланов. Это человек, очень чутко чувствующий мифы и древние прообразы наших предков. На этой картине, которая называется «Хорома Солнца», мы можем вспомнить древние сказания о том, что Солнце живет в старинном красивом деревне, что является оно древним отрацом славян, народом славянцев. Ведь вспомним из злого полка Игоря, как звали славян, даже кожиими внуками. Да, детьми Солнца. У Голланова всегда очень талантливого помещает человека, помещает человека на картину. Вот здесь у нас девушка с распущенными волосами, подчеркнута ее какая-то особенная внутренняя чистота, и она с ней расположена в лебеде. Само Солнце сияет ярко-ярко, и в лучах расходятся от него лиги светлые славянские плиты. И сразу переносимся. У славян и в произведениях Голланова очень прослеживается связь и одухотворение сил небесных и их очеловечивания. Выясним все, что на предыдущей картине, что на этом в образах природы мы видим лица человеческие. Мы видим образы человеческие. И на этой картине переход из зимы в лето, день весеннего роднодетствия, медведь как-то темп в России. И смотрите, он еще там, в сугробе, в перлоге, а глаза уже приоткрыты. В ощущении весны, предвкушении праздника. И точно так же здесь птицы. Птицы черные, птицы белые. Ночь и день, зима, лето. И люди, люди, несмотря на то, что зимой холод радуются, посмотрите, как воздет руки, да, на этих персонажах. А лед тает, и весна все равно приходит в наши края. И в то же время эта картина показывает, насколько велика и могуча Русь. Как она раскинулась, что в одном краю еще зима, а в другом уже весна. И вот это ощущение силы, мощи, оно заряжает всех, кто приходит в этот зал и знакомится с творческим художником. Вот смысл, не только, наверное, пробуждение природы. Ведь если медведь, это дата в России, то, наверное, у нашей страны есть особый свой путь, да. Тот путь, который так или иначе окажется рядом с ней, да, и по которому она будет смело, уверенно идти. То есть пробуждается Россия. Медведь-то уже глаза открыл, очи открыл, хотя лапы еще сложены на море. Может, перейти к этой картине. Приспомнил роман Сергея Алексеева «Изгой великий». Смысл данной работы, мы видим фигуру Александра Македонского, его коня, уцефала. Человек, который имеет уже все. Человек, который завладел половиной земного шрама. И по меркам людей смертных, она как бы уже всего добилась, чего только возможного. Но он не находит внутренней гармонии. И он каким-то образом, ну, может быть, даже исповедуется предкам. Ведь, кстати, образ предков, да, который мы можем увидеть в небе, то есть, да, это образ-то более сладянский, нежели античный. И мне бы хотелось сказать такую важную вещь, что все-таки македонцы – это не совсем эльвины. Даже греки не относились к ним как к эльвину, они считали македонцев барбарами. Вот поэтому, наверное, предки Александра не совсем греческие предки. Ну что ж, наверное, мы сейчас будем переходить к следующим работам благодаряющимся художникам. Наверное, время на рождение жизни. Вот три лебедя еще раз подчеркивают удивительный, тонкий женский образ. При этом, как на контрасте с ними построено, противостояли, ну, это не противостоит картине, именно контрастируют волки, да. При этом волки развернуты в сторону зрителя, и это становится понятным, что, во-первых, они благожелательны, да, и вот этот женский образ девушку-то они уж точно от зрителя защитят, и мало ли какие помыслы от зрителя будут. Сам по себе, в целом, все картины, неоднократно называлась зрителями картина «Грека». То есть, вот, наверное, такой глубокий смысл в ней заложен, и многие люди именно так взирают в нее не отзываются. А в этой картине очень много будущего, да, потому что первый класс, там мы схватываем, девушка, да, она живет в согласии с миром и растений, и животных, и ей подчиняются птицы и звери. Обратите внимание, лебеди в лесу не летают, да, а здесь они прилетели. Почему? Потому что, да, их спасло человека, и они ей доверяют настолько, что прилетели в то место, где им неловко, да, где им, может быть, даже опасно с точки зрения просто полета. В то же время волки, вот, посмотрите, на них улыбаются, да, и здесь, если мы посмотрим ниже, то мы увидим на камень у меня троны, да, элементы буквицы. Можно вчитываться. И недаром называется «Новолетие». Мы понимаем, что сейчас эти звери, эти птицы отправятся что-то совершать. То есть вот у этой картины, у нее будущее, да, то есть они не пришли доложиться, что вот мы все сделали человеку, да, мы там помогли, мы добыли, мы сделали. Нет, они получили приказ, фу, этот приказ им по сердцу, да, он их не дикатит, и они готовы его исполнять. Вот и лебеди, да, вот они улетели. То есть они не приземляются, они уже летят вверх. И точно так же эта картина направлена в будущее, в будущее, да, в какое-то действие, и это действие красивое, это действие правильное, это действие, у которого готов и человек из них. И это очень здорово. Зимняя юга. Расскорение очень трепетное, а то есть есть любой стихии. Каждая стихия олицетворялась, и каждая стихия была живой. Не было негативного отношения к каким-то стихиям. Для каждой стихии вот зима, Мара Марьевна, Стивов, Королевна, как поэдически они назывались, наши предки. Вот это особое отношение. И человек, помещенный в картину, он всегда вступает в отношения с той стихией, это находится рядом. Мы видим человека на картине, где соблюдают солнечные тона, метелем солнца. А вот здесь мы видим человека, также помещенного, рядом уже, к терему Симуни. тот самый потолок родина, здесь скрипучая. Правда? Вот это вот ощущение холода, в этой картине. При этом сама зима, юга, она очень даже представлена, ну, поэтичная и положительная. Ну что ж, сейчас... Можно еще? Да, потому что здесь есть еще посты. Очень интересная. Потому как мороз, это вещь очень опасная. И в этой картине зашифрованы смыслы, в том числе и предостерегающие человека. Убредитесь, да, и увидите череп, да, то есть проступают реки смерти. И в то же время художник уравновешивает их жизни живое. Птицы-снегири, птицы, которые зимой выкурят потомство, да, видите, в правом углу. Здесь завьюживают, и если мы посмотрим на теле, мы увидим реки опять звериные, страшные, да, и в то же время они покрыты в дом, и две дезиньи спят. И здесь человек. И опять идет диалог человека живого, да, с божеством, очеловеченным. Здесь не просто в юго, ведьма, да, а здесь она красавица, она легкая. Посмотрите, как легко кружится ее в платье. И оно не страшное, оно легкое, да, оземное. Метельница, стелется, красавица. И вот это вот движение. В то же время, будь осторожен, человек, помни, что с природой шутить нельзя, что ее нужно знать, понимать, уважать, и тогда она тебе откроет свою блистательную корону. корону. Он тебе покажет свою красную серебряную, моя приятного. Мы сейчас оказались в зале очень интересного художника Андрея Клименко. Этот художник творит на стыке славянской культуры, погружаясь в наши скифские, сарманские корни. Есть в него работы, связанные с германской мифологией. И нам бы хотелось начать представление этого зала в одностопной палате, зала Андрея Клименко, из очень интересного образа древнего богатыря Вольги. Этот богатырь настолько сейчас малоизвестен и на самом деле настолько малоизучен в русском фольклоре, что даже дива даешься, почему мы могли такое забыть. Мы знаем Илью Урунца, Алеша Паковича, более поздние образы, а этого богатыря мы позабыли. Согласно легендам, немножко сделать такой экскурс в историю этого мифа. Согласно легендам, отцом него был змей, а матерью земная женщина, правда, княжна порода. Мальчик родился очень сильный, и действительно, бог ему благоволенен. Умудрился он научиться превращению в разных зверей и животных, обращался от самых маленьких букашек до волков, соколов, или даже, ну, в общем, могут стать даже птицей. Вольга отличился от удивительной воинной, как защитник своей земли, и в то же время, конечно, он был волхвом, он умел видеть прошлое и будущее, и умел, ну, если говорить таким сказочным языком, колдовать. То есть, зная способы, как исправить реальность, как создать реальность для достижения своей цели. Естественно, поскольку это положительный образ из, как бы, наследия наших предков, то цели Вольги были очень даже хорошими, положительными. Вот сегодня зал Андрея Климента открывается именно образом Вольги. Есть еще историческая подоплека этого образа, где считается, что был и исторический человек, который впоследствии наложился, или на которого наложился образ, или его деяния были вплутены в образ Вольги. Это Олег Вещий. То есть, это реальный славянский князь, к которому неоднократно прибегают уже летописцы повести временных лет, и который действительно, как и сам Вольга, отправляется с походом на восток, будет достаточно успешен, и он возьмет в город Царь Гранд. Так получилось, что этот герой, если мы вновь обратимся к мифу, отправится в далекую страну, и чтобы взять крепость своего противника, превратить своих воинов в муравьев, сможет перелезть таким образом через стены и быть незамечен. Впоследствии они вновь обратятся в прекрасных витязей, смогут победить противника и вывезти из полона русских девушек. Такая вот интересная, необычная, хотя бы несколько, может быть, на скамер на бросную историю этого витязя. Вольга и волки называется картина. Я думаю, что можно перейти к следующему образу. Да, это один из тоже забытых и не очень тиражированных известных. Это Иван, медвежий сын. И здесь хотелось бы обратить внимание на элементы братства, воина, богатаря. Если мы глядимся, то мы поймем, что мы где-то это видели. А это на самом деле написано практически с натуры, с реальных вещей, которые были добыты в результате раскопок, с кирских курганов, очелье, перелись, пояс, крепление на дубину. То есть это все не выдумано художником, а списано с натуры. И обращаясь к образу Ивана медвежьего сына, медведь позволил человеку сесть на себя верхов. Это сколько должно быть сил и добра, и влияния для того, чтобы герой мог себе позволить. И, конечно же, сила богатырская, безусловно, потому как подчиняться хилому и неумеющему никто не будет. И в то же время здесь есть очень интересная вещь. Так как Киплинг писал о Маугле, которую воспитывали на луке, то в нашей традиционной мифологии есть обголоски о том, что медведи воспитывали и поднимали человека. Видите, медвежий сын. Вот как интересно. Но, к сожалению, складок таких наши дети не знают. Но мы надеемся, что мультипликаторов снимут и покажут такую необыкновенную историю. И вот еще несколько ярких образов Андрея Клименко. Мне бы хотелось начать разговор с этого удивительного женского образа. Здесь почти вруберевские такие сильные мазки. Здесь разговор даже не мифологический. Это разговор уже эстетический. Падает звезда. И вот она плодоневая женщина. Такой потрясающий женский образ. Картина называется «Царица ночи». Сама по себе уже проникнута до глубины поэтики. Другая работа, на которой мы видим два образа мужских. И конечно есть мужчина старший, есть тот мужчина, которого благословляют. Старший мужчина это тоже очень интересный образ. Картина называется «Наставление Перуна Вольге». В данном случае Перу мы можем вспомнить это известное славянское божество. Был как покровителем грозы, как покровителем грома, но атрибут его молнии мы можем здесь увидеть. Но в первую очередь в отношении людей это воин, это покровитель воинов, это покровитель княжеского рота. У Перуна были особые отношения со всеми родами русских князей, и поэтому неудивительно, что ведь Вольгавр тоже княжеч, что именно его выставляют здесь Перу. Конечно, образ Перуна в данном случае написан наверное не без влияния Константина Васильева, потому что подобные, даже подобные атрибутики шлема, это мы можем увидеть на картинах этого тоже известного мастера славяниста, но переозвыслено немножко иначе. Также на картину помещен сокол, вот это удивительные красоты птица. Сокол птица тоже княжная, соколиная охота это очень благородное считалось занятие на протяжении ряда веков. Более того, сокол в полете это образ тоже определенно воинский. И на кербе Юрия Кривича, если мы вспомним тот самый украинский трезубец, нынешний керб Украины, ведь это же керб рода Юрия Кривича, там изображен сокол, который пикиру вниз. Таким образом полноценно этот образ тоже раскрывается. Известный археолог профессор Кирпичников говорил также так, что вот эта птица скорее всего и могла быть на рубеже может быть 7-го, 8-го, 9-го веков древнейшим русским гербом. То есть древнейшим образом, который мог именять в тот период русские земли. Раскоминания далеких педов. В этой картины нет сюжета. Это картина настроения, глубокая картина. Но при этом хочется сфокусировать ваше внимание на двух очень интересных предметах. Мы уже говорили, когда ритм область Ивана Медвежьего сына про очели и перевес, так вот эти предметы тоже списаны с реальных образцов археологических находок из скифских курганов, выставленных сейчас, если я не ошибаюсь, то есть это реальные предметы, которые художник берет и одевает, например, на челло своему герою. Вообще у наших предков всегда было очень внимательное отношение к слову. Очень хорошо эта мысль выражена у Кобзева. У наших предков, у славян, междел великого значения, к своим речениям и словам было особое почтение. В этом зале представлены работы очень интересного художника Петра Склява. Это наш с вами современник, очень молодой художник, который определенным образом выразил древние матрицы русских пословиц, русских поговорок, того наследия, которое нам оставили наши родители. художника. Если мы обратим внимание, то художник очень оригинально подошел к воплощению, к визуализации словесных образов и через образы художественных. Работа исполнена в виде диптиха. Видите, картина состоит из двух частей. В данном случае он объединяет две картины одним словом черта. В тихом он эти черти водятся. И вот оно видно, как оползает змей, символ нечистой силы. И в то же время справа, что есть и на черта гром. Зло не беспредельное и не бесконечное. Оно может быть прекращено. И каждую картину в каждом завитке можно найти определенный свой смысл. Картина требует, чтобы вы произнесли, проговорили, поговорили с ней, потом смотрелись и опять поговорили. И следующая картина, она очень сильная, потому как здесь пословица не дописана. Когда приходят зрители, я прошу их прочитать, они читают следующее. Слово не воробей вылетит и поймаешь. Но здесь автор взял только первую половину пословицы. Слово не воробей. И что делает у нас Петр взгляд? Видите, слово плохое, гадкое, он забирает его за решеткой рта. Не может какое слово вылететь, не должен. И если оно заперто там, то человек становится таким. В здоровом теле здоровый дух. Здоровый дух рождает здоровое тело. При этом, если вся грязь заперта, если мы ей не даем выхода. Видите, какая работа, да? Здесь у нас одна часть поддерживает смысл другой части. Они противопоставлены. Если ты не делаешь так, то у тебя будет это. хорошее. На самом деле простейший смысл, но очень четко выраженный народной малая. Туда с собой ничего не заберешь. Сколько мы сейчас монетрислись над материальным. Есть те духовные ценности, которые сохраняются с человеком там, но материальные ценности, они все равно останутся здесь. Тогда в этом случае, зачем их так активно или даже чрезмерно накапливать. Здесь вспоминается, мы ведь видели у Гланова область Александра Македонского, и вот вспоминается соответствующая легенда, и об этом интересном государе. Александр, когда уже понял, что скорее всего он умрет, в чем умрет, скоро умрет молодым, он попросил на похоронной церемонии показать ему руки, чтобы руки были видны из рога, чтобы ладони открыты. Потому что туда из половины земного шара, который он завоевал в том момент, ничего с собой нельзя. Так велик не 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 в том е, но мы сейчас находимся около одной из интереснейших работ Селда Иванова, тверского художника, как говорят многие посетители нашей выставки, духовица. Картина называется Два лика Пирыни. Пирыни это древнее святилище Перуна, которое расположено под Новгородом, на реке Волхов. Место, кстати, описываем еще в очень многих летописях, и неоднократно она исследовалась в том числе известными русскими археологами, славянистами, например, Борис Рюбаков занимался непосредственно Перынским святилищем и историей Перынского скита. Вот так, как нарисовал, изобразил художник в верхней части картины, выглядит сегодня Перынский скит. Здесь находится храм, построенный в 12 столетии. Как это место могло выглядеть всего тысячу лет назад? В центре находился крупный идол Перуна, в общем-то это уже исторические данные, потому что Борис Рюбаков, еще советский академик, который подробно сделал подробнейшее описание Перынского святилища. Вокруг центральные фигуры были расположены в таких лепестках, вырезанных в земле, костры, и они были обнесены чистоколом, то есть чистокол окружал соответственно все святилища. Костры естественно поддерживались и скорее всего поддерживались на протяжении многих лет не угасая. С Перынью связано одно очень интересное традиционное проявление местных жителей. Когда моряки или жители Новгорода проплывают мимо Перынского скита по реке Волгов, они обязательно что-то бросают в воду, чаще всего монетку, но по хорошей традиции. Когда спрашиваешь, что вы делаете, зачем это делать, они говорят, мы кидаем монетку Илье. Сейчас они уже говорят про Илью, потому что Илья пророк, она первая в христианской традиции, но как бы ассоциируя это с древним местом, надо понимать древние смыслы, кому они могли приносить таким образом жертву. Здесь хочется обратить внимание на то, как однозначно читается картина, когда на нее смотришь так. Это настоящее, это прошлое. Если есть храм, так есть служители вот лодочка, понятно, что человек плывет это на наше настоящее. И есть некое отражение прошлого. В каждом настоящее есть отражение прошлого. Но оно скрыто там, где-то глубоко под водой, где-то далеко в прошлом. И в то же время художник нам дает подсказку. Посмотрите, листва осеннее, время уходящее. Листва наклонено вниз. И вот это ощущение уходящего это, оно заставляет задуматься, как же это уходящее, как же это прошлое, если это настоящее. И вот здесь мы понимаем, что картины можно перевернуть. Я прошу сейчас Алексея перевернуть картину. Перевернув картину, мы вдруг понимаем, что совсем недавно те же христианские храмы, которые в свое время снесли языческий храм, они тоже были прошлыми в нашей стране. И тут мы понимаем, что та же ладья, да? Но здесь это было тенью отраженной в воде, и наше настоящее оказывается более скромным, да, более скорбным, чем вот эта фигура. А что же эта фигура? Это образ прошлого, а может быть это образ будущего, которому стоит стремиться. И смотрим, что здесь листва пошла вверх, да? Что вот оно, вот рос жизни, и там листва падало, а здесь там вроде как появляется. И это волшебный круг истории нашей страны. И мы сейчас с вами опять находимся на перепуте, выберем ли мы вот такой образ красивый светлый с прямой спиной, да, смотрящий в небо, или опять идем в отрицание всего, что накопили наши предки. Вот эта картина совершенно иначе смотрится. Когда ее переворачиваешь, где мир, где низ, где прошлое, где будущее, где настоящее, насколько зубкограни между тем и иным. Эта картина потрясающая, и потом возвращаются, очень многие из тех, кто приходили, возвращаются и пытаются смотреть с одной и с другой стороны. И здесь опять зависит именно от ракурса. И поверни мы много бы не увидели. Идем дальше. Следующая картина Всеволода Иванова называется «Явление кометы». Стоит вспомнить, что наши предки очень внимательно относились к небесным светилам, их любым небесным явлениям. Естественно, что о каждом светиле было определенное представление и было определенное отношение к тому, что оно собой проявляло. Кометы могли предрекать негативные плохие события. Кометы могли предвещать какие-то положительные изменения на Земле. И люди всегда стремились встретить небесное светило. Если мы внимательно посмотрим на людей, которые устремляются к хвостатой звезде, то в ладонях они несут огонь, огнем земным встречать огонь небесный. А стремятся они на восход вот сюда, в ту сторону, где можно хорошо узреть лучи восходящего солнца. Сами по себе потрясающие изысканные архитектурные детали, конечно же, сделаны с хорошей такой русской с одной стороны архитектурной традицией, но в то же время напоминают нам образы северные и образы скандинавские. Эдакая скандинавская горнарика. Движемся дальше. Говоря об этой картине, хочется сразу сказать такой тезис художник всегда прав. В своей вселенной художник видит верно. И вот в гавани золотого века наверное сюжетно это разговор об Атлантиде. Здесь сразу же вспоминаются диалоги Мадонны. И вспоминается некое глубинное древнее прожилое человечество про цивилизации, которые были когда-то. И я думаю, что разговор Иванова здесь, скорее всего, именно об этом. Хотя за время нашей выставки уже многие вещи были неоднократно оспариваемы. Говорили, что это было изображать по-другому, а это так. Я опять же подчеркну, что художник прав. Художник всегда прав. Переходим к следующему полотну. Из древней Атлантиды попадаем на улицу русского средневекового города. Так называемая картина улицы городского фасада. Здесь отдельно, наверное, главная сюжетная линия это вот сама архитектура богатая, пестрая, русское зодчество во всей его пышности и в то же время со всеми его смыслами. Дом проекция человека. Верхняя часть избы чело. Чело украшено причелинами. Причелин это доски, которыми закрывалась с торцов тесовая кровля. Верх тесовой кровли венчало бревно, которое называлось старином охлубень. Бревно было очень кряжеское и у него также шли корни, и с корня в частности могли сделать конек. У причелин были тоже особые смыслы. Причелин представляли собой женские образы, несли женское значение. В некоторых местностях называли особенно русского севера местности хляби небесные. Также на резьбе появлялось солнце, появлялось оно аж в трех местах. В точке восхода на нижней части причелин, в зените на полотенце и в точке заката. То есть весь солнечный круг дневной тоже проходил в русской традиционной резьбе. Окна очи, которыми дом глядит на мир. Чистокол отделял двор от улицы. То есть мир людей от совсем уже другого мира. Все, что за воротами, то уже не мир этой семьи. Рядом с такими интересными хоромами находится храм, конечно, уже христианского периода. Если мы будем вспоминать деревянное зодчество наших предков, особенно деревянное зодчество русского севера, мы увидим там следующий феномен. Деревянная резьба очень тонкая изящная помещается прямо под тесовой кровлей. То есть ее бы никто абсолютно не увидел. Для кого делали эту резьбу наши предки? Они говорили, что деды узрят, деды увидят. То есть потомки снизу не видят этого. Для божьих очей это. Такое хорошее выражение расхожек на русском севере. Ну что ж, от ярких пестрых красок такого трогательной и в то же время немножко даже весенней уже природы, наверное мы постепенно будем перелезать к следующей работе, на которой нам открывается бездна железного века. Кузнечество у всех народов считалось искусством близким к магии. Кузнецы практически всегда воспринимались еще как волхвы, как знахари, как ведуны. И здесь посмотрите сколько жара, каким жаром вышит сама картина. И мы можем увидеть, что идут люди, посмотрите сколько их, и не просто идут, они идут понимая, что там свершается священное действие, там появляется новый металл. И здесь несколько пластов. Эту картину можно рассматривать очень долго. мы можем увидеть капище, скелеты у нас животных, это жертвоприношение. И в то же время мы видим знак родов, мы видим кузнецы, которые работают, мы видим сколько огня в этой картине, и мы видим, сколько людей собралось присутствовать при рождении нового. эта картина называется «Утро железного века», то есть начало, все еще только будет, впереди людей ждет освоение железа как металла, как инструментов, как оружия, то есть впереди очень много открытий, и люди находятся в ожидании этих открытий, и в то же время это открытие могут принести добро, если это инструменты для работы, и зло, если это оружие. Хочется очень кратко дополнить вот этот момент. С большой вероятностью Иванов изображает здесь Южный Урал, как раз ту самую эпоху сначала Неднокаменного, а затем Железного века, связанной с древней Синташтинской культурой. Это как раз культура того времени, когда огромный котел арийских народов на Южном Урале начинает расходиться в разные стороны. Одна из них движется в сторону Европы, другая движется в сторону Индостана. И ради чего, конечно, появятся эти мечи, и как пойдут оттуда наши предки, тоже вопрос очень интересный. А образ меча, он присутствует в картине, присутствует он на фоне садящегося солнца, несколько раз виден облаков. Да, вот им уже клинки выгланы. И причем клинки направлены, обратите внимание, один на восток, на завод. Посмотрите, они в разные стороны направлены. Очень много символов в картине, которые нужно прочитывать и расшифровывать. И каждая картина, с ней можно разговаривать, потому что есть первое восприятие, первый пласт очевидный, а есть скрытый. из железного века попадаем на берег русской реки. Немножко тоже другое время, но насколько прекрасна купальская ночь. Я думаю, что смысл праздника купалы не нужно рассказывать отдельно, все это известно, и это один из самых сильных, мощных праздников в году, один из самых поэтичных праздников. Мы можем здесь вспомнить только некоторые традиции, связанные с этим днем. Жарцвет это древний цветок. Это цветок папоротника, который был скрыт в глубине леса. Парни и девушки отправлялись искать этот древний цветок, нашедший его, мог увидеть сокровище. сокровища земные и небесные. Разговор ведь в древности про жарцвет был не для того, чтобы искать клави, не для того, чтобы искать золото в земле, потому что наши предки, скорее всего, не думали, что это какая-то сверхъестественная ценность. Но мудрость рода, раскрытие себя, да, вот это мог быть результат, если человек умеет видеть, умеет раскрывать свои духовные очи. Ну и второй момент тоже, наверное, очень важный. В Купальскую ночь в лес люди отправлялись за сбором трав. И самые мудрые знахари именно в Купальскую ночь собирали свои самые сильные травы. Потому что Купальская роса сильнее всех недугов, которые могут прийти к человеку в этом году. Ну и река, река, наверное, отдельный герой, отдельный персонаж в таком, в такой удивительной картине. А рядышком лес, люди, общая световая гамма на самом деле зимняя. То есть мы можем сказать, что вот так, как бы художник писал зиму, так он отражает лунный свет, в данном случае, в абсолютно летний пейзаж, поскольку праздник упал, это исключительно летний времени, конечно. Ну что ж, движемся дальше и попадаем в храм в один новом боге. Еще раз напомню, что для каждой стихии было особое значение, особенная важность, особенная полнота. Негативных персонажей в мифологии как таковых нету. Мы понимаем, что любая сила, она есть для чего-то, на уж силы воды тем более. Поэтому к храму водяного бога отправляет нас Иванов, дает увидеть вот эти интересные силуэты щук, которая, кстати, являлась рыбой священной для многих племен, дает нам увидеть разных водяных духов, потому что там же тоже целая огромная смогония водяных божеств, которые были связаны как покровители разных рек, разных озер. Ведь каждая река ее употребляли в специальном женском роде, к ней обращались, с ней разговаривали, с морем океаном и тем пачем. Переходим сейчас из вселенной Всеволода Иванова в мир Бориса Альшанского. Мы сейчас находимся около удивительной картины, которая называется Бериндей. Мы не будем брать историческую особенность самого слова Бериндей, мы не будем брать того, кем называли, кого называли Бериндеями в Киевской Руси. Мы возьмем, наверное, более легендарную часть, ту часть, которую поднимет Островский, ту часть, которую поднял римский Корсаков, когда отдыхал на Тверской земле в усадьбе Маковинцы, и когда они услышали, вспомнили предание о наших предках, и образ Бериндеев вкрался в их сознание. В общем-то образ этого удивительного народа, сказочного народа, он проявится затем уже в опере «Снегурочка». Все эти люди задумались, и как будто бы время ненадолго остановилось, то ли они заслушались песни, которые поют девушки в хороводе, то ли они задумались о будущем. Дума, на самом деле, может быть, не очень веселая у них, глубокая Дума, потому что они знают, что через какое-то время тот мир, изображенный на этой картине, быть может, канет в лету, кто знает. Глубже, конечно, проходить в эту картину мы не сможем, но вот почувствовать образы, именно образы предков, ведь здесь зрелый мужчина, здесь женщина и ребенок изображен, да, то есть я думаю, что для того, что для образа предков уже этого более чем достаточно. Что ж, мы сейчас с вами движемся дальше и попадаем в эпоху великого Новгорода сказаний о славном Садко, одном из самых музыкальных богатырей, одном из удивительных героев русских преданий. Я думаю, что эта картина потрясающе иллюстрирует историю Балины о Садко, когда простой парень, который всего лишь играл на гусках, но ведь что значит простой? Играть на гусках это удивительный поэтический дар, это в древности вообще навык игры на музыкальном инструменте, но игры не кака бы какой, а такой, что все водяное царство начало хлопать, лисать, и сам морской царь заходил ходуном, так что корабли стал топить в море синим. Вот способность играть так, что природная стихия будет созвучна твоим струном, это действительно большой, даже не гениальный, а божественный дар. Наверное, об этом хотел рассказать в этой картине автор. Следующий образ Волха Всеславича. Персонаж Волха Всеславич однороден с Вольгой, то есть это, скорее всего, единый, уже слившийся в славянской мифологии, в славянских былиных образ, и здесь мы видим его уже более зрелое время. Вы видели Больба Углеметка, достаточно еще такого юного, которому доставление берут. Здесь мы видим более зрелого мужа, его как бы осадь с подчеркнутой медвежьей шкурой, которая связает с плечей, вот кряжестые ели, столь же могучие, находятся рядом. И обратите внимание на заднем плане, на заднем как бы идет такая стилистика, мы видим лица воинов, мы видим лики воинов, которые, в общем-то, дополняют общее впечатление богатыря. Скорее всего, дружина Борги, та самая дружина, которая освобождала его во всех походах. Ну и возвращаемся к купальской теме. Ночь на Ивана Купаву называется следующая работа. Если у Иванова купальская ночь на воле и на раму, и там главная история о природе, главный разговор о природе, то здесь не становятся веки некой мистерии, некого обряда, который творят наши предки. Вдалеке видна река, туман, дымка, деревья, а здесь вниз священного дерева девушки ведут хоровод. И наверное в том, что они в данный момент делают, есть глубокие и глубинные молитвы смыслы. Следующая удивительная работа Альшанского «Мятна Сморожича». Сюжет возможно как-то перекликается с Руси изначально. Так или иначе здесь соображена инициация. То есть переход юноши из мира еще юношеского и детского становится зрелым мужем. Это клятва воина. Какие мысли сейчас в его голове? То есть можно, наверное, хорошо прочувствовать, осознавая, то, как относились Русичи к обязанности защищать свою землю, к необходимости укреплять народ, защищать свои традиции, защищать саму свою жизнь, жизнь своего рода. Рядом мы видим изображение божеств. Я думаю, что определенные элементы были взяты художниками тоже из реальных археологических моментов. То есть я думаю, что вот эта фигура не безвлияния появилась тем не менее сильная, ёмкая и достаточно эффектная работа. Как мы видим, здесь время немножко уже может быть другое. Появляются храмы по берегам рек, появляются такие вот городки и тем не менее образ берегини этот образ достаточно языческий. Отметим, что первые упоминания о мерегиниях встречаются именно в христианских источниках. И конечно же представлено оно там в негативном формате, в негативном контексте. То есть христиане, христианские монахи говорят, что местные жители молятся берегини и говорят об этом как о некоем очень негативном явлении. Между тем здесь берегини предстает перед нами удивительной красавицы, которая действительно сохраняет, защищает русскую землю. и является в таком красивом, удивительно легком, девичьем областье. Эта работа называется «На просторах Росси». Рось одна из рек, которые очень сильно связывают с топонимикой вообще русской земли. Одной из самых больших загадок современной официально-исторической науки является происхождение слова «Русь» или «Рось». Откуда оно берется? И вот это название реки по-могу проливает может быть даже, дает некие ответы на этот вопрос. Сюжетно картина вроде бы проста, но она помещает нас в то время, когда Русь, может быть, европейцы называли еще «Гардариками», когда посреди удивительных мест на берегах древних рек еще ходили корабли под солнечными парусами и плавали плав вот такие вот в такой телесной оберке. Другая работа «Языческий мотив». Змей в русском фольклоре имеет глубокое значение. Кстати, это не негативный персонаж, как в христианстве. Я напомню происхождение Волха-Всеславича, согласно легендам, змей похищает его мать, Мердон. И впоследствии Волх, именно благодаря тому, что он был змеевич, он получает свои какие-то удивительные качества. Процентов 70 русских сказок, где присутствует змей, он занимается тем, что похищает какую-нибудь девушку. Но этим змеи занимались обязательно в русских сказках. При этом как выглядел змей не объясняется. И в русском фольклоре очень вот этот образ всегда очень размытый. То ли змей пришел к ним как прекрасный юниша, то ли змей вышел в своем змеином обличии. То есть версия опять же расходится, но подробного описания как змеи выглядят в русском фольклоре нет. «Похож ли он на дракона или не похож? Похож ли он на змею или не похож? Похож ли он на человека? Антропоморфик ли он? Такого его понимания нет. я бы сказал, что в картинах Бориса Альшанского скрыты определенные достаточно трогательные глубины. Каждая картина является очень теплой и передает те чувства, которые заложил в нее художник. А также конечно раскрывают древние былинные образы и ту информацию, которую заложили в них наши предки. В завершение своего рассказа мне бы хотелось прочитать небольшое несколько поэтических строк не растерять бы, что имею, не позабыть откуда я. Строкой истории твоей мой дышит путь, земля моя, ее колен свершение лица в очах столетия века. Твои священные страницы листает трепетная рука. Россия имя да святится твоей веках. Святая птица все кличет рвется в облака. мы находимся в зале художника Виктора Королькова и в его творчестве очень много описано домашних духов. Славяне очень трепетно относились к дому. И здесь мы смотрим когда картину она называется баянник. Все слышали что есть домовые. Так домовых было несколько разновидностей. В доме жил простой домовой. А вот в бане жил банник баянник банный дедушка. И здесь как раз изображен такой банный дедушка который при хорошем к нему отношении помог баню сохранить помог веники сотворить при котором пар густой полог чистый. И когда мы слышим то нам кажется что это суеверие. А что происходило наши предки старались умело снять баню а что на самом деле делали? Протопили баньку сходили в баньку а потом шли и оставляли подношение баню. В этот момент зонто бросят на печку на припечье лишний уголек поднимут лишние мусор выметут таким образом осуществлялась противопожарная инспекция и чем чаще баннику приносили подношение чем чаще его вспоминали тем меньше было шансов баню спалить не удержать не усмотреть а вот те кто в банника не верил на банника внимания не обращал бани горели так под каждым суеверием на самом деле скрывается очень точное знание и превращение обыденности в игру точно так же и детям детей могли банником запугать а могли что-то рассказать что детям захотелось банника задобрить и точно так же ввиду того что очень много было сопряжено с работой с животными с сохранением имущества мы сейчас как раз и узнаем о других домовых духах а виних жил в овине в овине хранились запасы припасы в овине сушили солому сено доводили до нужной кондиции припасы на землю и что получится если сено сырое подопреет может сгореть это сено а когда его подсушивали использовали конечно же огонь уголек куда-то закатился искорка куда-то стрельнула и тоже мог быть пожар поэтому подношение овиннику да еще по несколько раз в сутки помогало держать в порядке овину и тоже служило такой же противопожарной безопасности а здесь мы увидим озиву того который охраняет животных тот который способствует лучшему к ним отношению если у вас все сводило в порядке у лошадь шерстка будет гладко и грива будет гладко и хвостик и опять же что происходит если семья учитает своего домового несколько раз в день зашли посмотрели и не упустят ни рожденного жеребеночка ни рожденного ягненочка если вдруг леса прокралась заметят чем чаще приходили чем больше подносили приношений тем больше было порядка и в доме и в хозяйственных постройках и здесь видно что у этих домовых хозяева добрые поэтому и домовые улыбаются и домовые и не злые а злые домовые у тех хозяев которых не знают не почитают и не любят и здесь как раз очень ярко отражено что в каждом суеверии в каждой сказке ловь не намек добрый мол самурок и переносясь в другую грань творчества Питера Королькова мы увидим прекрасные иллюстрации по гоголевским произведениям здесь представлено три произведения можно посмотреть как мастер выписывает эмоции героя как он любуется ими и как он их любит и завершая наш разговор о творчестве Виктор Королькова представлен на этой выставке всех зовут пройти лесные врата леший лесовик и как все сопряжено и как здесь все перекликается и как отухотворено и резьба и звери и цветы и сам дух леса видите как он смотрит кто-то скажет кто-то скажет что внимательно а кто-то скажет что он готов вам открыть все тайны леса нужно его попросить нужно ему поклониться и нужно пойти с любовью в этот лес стараясь лесу не навредить вот такая волшебная история про то как наши предки приручили домовых духов и лесных духов и жили с ними в миру и согласии в завершении нашей экскурсии мы переходим в зал начинающего художника Александра Трубникова случайное увлечение орнаментами и мандалами со временем привело Александра к осознанию что они являются наиболее лаконичным изображением вселенной и переросло в полноценную серию картин небольшая часть которых представлена на этой выставке в переводе с санскрита слово мандала буквально означает то что окружает центр центр несет в себе определенное значение а мандула окружающий центр выражает и подчеркивает его чаще всего она является представленным в форме круга символом хотя не все мандалы имеют круглую форму в мандалах Александра Трубникова очень часто встречается свастичный орнамент этот орнамент представляет собой соединение крестов с загнутыми концами направленными по часовой стрелке или против на Руси эти символы назывались солярными или солнечными и каждый из них имел свое собственное название обереговую силу и образное значение солярная символика была обереговой почти у всех народов на территории Европы и Азии у славян у немцев поморок скифов сармат удмуртов и многих других народов также у многих народов она выступала в качестве талисмана притягивающего удачу и счастье всматриваясь в картины Александра Трубникова вы погружаетесь в удивительную вселенную которая таится в работах этого художника где каждая мандала имеет свое название и неповторимый сакральный смысл В основе вашей композиции лежит элемент элемент это кто называет руническое письмо кто называет просто древний ведический знак вот что же побудило вас взять от первого основа вот эти элементы и как вы их называете ну как называется это сломастика как бы дирга да это наш древний славянский знак значит очень много в различных значениях но все они позитивные это всегда солнце жизнь движение и это наиболее важно поможет так же ну я интересуюсь всей этой тематикой и вижу что есть большая связь между всяким микрокосмосом макрокосмосом потому что если смотреть на ДНК сверху получаются в такой форме если наша галактика такой формы то есть в принципе я в какой-то момент когда увлекся вот именно орнаментами этими и стал их сам делать я понял что это пожалуй наиболее хороший способ показать что все у Вселенной едино и в общем-то каждый из этих картин это просто как вариант взгляда на Вселенную вот но также мне на самом деле чисто с эстетической стороны очень нравится без даже если отбросить смысловую нагрузку мне просто нравится как это выглядит то есть ерга это основа всех ваших вот этих работ которые здесь представлены также еще какой элемент покажете как также орнаменты вот эти цветок жизни например просматриваются вот там знаете вот это эти вот кружочки это называется цветок жизни это 8-ми листик 6-ми листик да-да-да ну это вот они из кругов составлены из одинаковых и в принципе например многие кристаллические решетки в молекулах многие эти цветочки всякие они вот растут именно по этой схеме она вот как раз это все по всей же я бы начинал эти все золотые сечения только оно идет во все стороны сразу вот это очень интересный элемент с ним приятно работать и очень приятно рисовать просто сам процесс по все по все по все и по Субтитры создавал DimaTorzok